Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ. После выхода нового декабрьского обновления нам расширили роль охотника за головами. И мы сегодня в этом видеоролике с вами поговорим именно об этой роли с точки зрения поиска других живых игроков. Основные плюсы, механики, как это делать, какие награды, что будет, если человек уйдет из игры в момент поиска и многое-многое другое. И перед началом видео я хотел бы сказать вам огромное спасибо за то, что смотрите нас, ставьте свои царские лайки обязательно, вам не сложно, а мне приятно. Погнали! Исследуя большой мир Red Dead Redemption вместе с вашими друзьями, вы можете наткнуться на случайное событие, которое запустится, если рядом с вами есть разыскиваемый игрок. Как стать этим разыскиваемым игроком? Вы должны набить награду на себя больше 5 долларов. Это вообще несложно, убейте пару прохожих, и за вами уже будет награда. Этой награды недостаточно для того, чтобы маршалы за вами бегали по КД постоянно каждые 10 минут. Но этого достаточно, чтобы другие игроки с 23 уровня охотника за головами могли уже получать задания по поиску вас. Давайте рассмотрим определенные механики. Вы гуляли по карте, выскочило это задание, вы его приняли, и у вас появляется область, в которой находится игрок, которого надо либо убить и его труп притащить к шерифу, либо связать. Вот здесь начинаются интересные моменты. Значит, связанный игрок может развязаться. Но если его положить в тюремную повозку, игрок уже не сможет никак из нее выбраться. Да, живой игрок будет ждать, пока вы его довезете до шерифа. Когда таймер закончится, он автоматически освободится, если вы его не довезете до шерифа. Однако, если вы его довезете, вы получите награду. Если привести преступника после 30 секунд, когда остается таймер всего 30 секунд, вы получите гораздо больше опыта и награды. И интересный момент, интересное наблюдение. Если человек при любых причинах выйдет из игры, альтанется, у него крошанется, неважно, но вы его уже убили и труп есть на карте, или вы его уже связали, или он уже в повозке, неважно, это задание у вас продолжится. Это похоже на механику, когда вы грабите чужие повозки. Вы напали, у вас появилось задание на угон повозки. Человек в этот момент выходит из игры, а повозка остается, и вы везете ее дальше. Здесь абсолютно то же самое. Главное запустить задание, и в этот момент либо убить человека, либо связать его. И тогда уже неважно, останется вам в игре или нет, вы получите все равно награду. Также вы можете поддержать наш канал всего от 49 рублей в месяц. Ну и о нашем топ-спонсорам я бы хотел сказать огромное спасибо. Это Вовка СПБ, Алексей Котов, Анастасия Морс. И хотелось бы напомнить вам, что у нас есть огромная комьюнити готики. Дискорд находится, ссылки в описании. Мы помогаем новичкам, билды, гайды, перевозка своих тележек, грабеж чужих тележек, поиск теперь уже игроков с новыми миссиями охотника за головами. Да, мы создаем рейды на поиск игроков, которые ведут нечестную игру, ну с точки зрения игровых механик, да, там гриферят, убивают, и мы их ловим специально, да. И это все есть в нашем дискорде. Заходите, ссылки в описании под этим роликом. Как-то дело, получение опыт, механика получения опыта осталась абсолютно такой же. Просто расширили нам и добавили 10 уровней. Там ничего интересного, за исключением вот именно взаимодействия с другими живыми игроками. А как вы знаете, мой канал нацелен больше на PvP и на организацию событий, будь то турниры, или грабеж повозок, или перевозка своих повозок. То есть больше контент нацелен на группу людей, нежели на одного одиночного соло-игрока. И поэтому, после того, как вы достигаете 23 уровень, вы уже можете искать. Знаете, локация поиска, она маленькая, и нигде она не просвечивается. То есть поймать вот так преступника через Валентайн, как повозку, допустим, нигде. То есть это случайное событие. Rockstar единственное, что сделали здорово после этого обновления, это еще больше взаимодействия между реально живыми игроками. То есть, если бы этой механики не было вообще, в принципе, все это обновление нацелено на PvE. Однако, с этой механикой PvP окрас приобретает более яркий оттенок. И это здорово. Ведь, по сути дела, взаимодействие между игроками в игре крайне ограничено. Ну что это? Давайте по-честному. Это событие свободного режима, там две минутки торговый путь. Это повозка-тележка, отжим ее или приобретение. Нам приходится придумывать контент в игре. А теперь таким образом контента стало гораздо больше, благодаря тому, что мы можем искать других игроков. Будьте аккуратны. И если вы набили на себя награду больше пяти, какой-нибудь товарищ Бердников или Говер где-то из кустов может выцелить вас, чтобы получить несчастные 5-8 долларов. Ну а на этом у нас все. С вами была Готика. С вами был Сократ. До новых встреч. Удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok